Здравствуйте! С вами Марина Ракальна и порция практических советов. Присоединяйтесь! Сегодня мы с вами будем сеять дельфиниумы новозеландские, рассадим томаты и пеларгонии и узнаем, как помочь цитрусовым растениям, если с них осыпаются листья. Я думаю, что ничто не может сравниться с красотой дельфиниумов и именно новозеландских гибридов. В прошлом сезоне я сеяла сиреневые сорта. В этом выбираю два белых гибрида. И обратите внимание, что у гибрида Green Twist в середине цветка зеленой прожилки. Великолепный! И буду сеять голубой гибрид Morning Light. Причина, по которой многие цветоводы не могут получить сходы у новозеландских дельфиниумов, обычно простая. Это просроченные старые семена, либо неправильное их хранение. Если производитель семян очень ответственный, то он вам продаст семена, пакетики которых хранились в холодильнике. Если вы видите, что семена на витрине, то покупать я их вам уже не советую. Теперь давайте определимся со сроками посева. Я сеяла обычно 1 февраля, но для нашего региона, для моих домашних условий, это оказалось слишком рано. Дельфиниумы вытягивались, и я их уже высаживала с цветоносами. Поэтому, в принципе, можно сеять весь февраль и даже захватить начало марта. Это значит, что вы еще успеете заказать и найти семена у надежных поставщиков. Я сеяла дельфиниумы тремя способами. Первый – это посев обычный, как любые растения. Второй – это была стратификация в холодильнике и в горячие таблетки. И можете мне поверить, если семена свежие, то они взойдут при любых обстоятельствах. Вот этот аспект самый важный. Сегодня посев я буду производить в торфяные таблетки. Заливаю горячей водой. Таблетки я переложила в контейнер пищевой. Если в садовом это делать, заливать горячей водой, то он деформируется. Честный производитель всегда указывает дату фасовки. Поэтому обращайте на это внимание. Семена дефицитные, недешевые. Внутри ампула, где всего лишь находятся три семечка. Если вы приобрели семена задолго до посева, то их также нужно хранить строго в холодильнике. И такой способ хранения никак не является стратификацией. Стратификация – это выдерживание семян не просто при пониженной температуре, но во влажной среде. То есть хотите стратифицировать – сначала посеете, потом убираете в холодильник. Все семена разные. Вот, например, семена дельфиниума при хранении в обычных условиях, при комнатной температуре дышат очень интенсивно. И поэтому быстро теряют свою всхожесть. Храним в холодильнике. Я буду производить посев в слегка горячие таблетки, потому что высокие температуры могут быстро вывести зародыш из состояния покоя. То есть устроим семенам дельфиниума небольшой стресс. Но это не значит, что нужно сеять в кипяток. То есть подождите минут 15, пусть таблетки чуть-чуть остынут. Я пробовала семена сверху присыпать и также пробовала оставлять на поверхности. Всходят они одинаково неплохо. Но я семена слегка вдавила в грунт. И стоять они у меня будут до появления всходов в темном месте. Ставить посевы в самое теплое место на батарею нагрелку не нужно. Дельфиниум должен проклюнуться при комнатной температуре. Заказать шикарные гибриды вы можете в интернет-магазине на сайте семена-партнер. Агрофирма Семена-партнер. Ознакомиться с полным каталогом семян и выбрать сопутствующие товары для дачников вы можете на сайте семенадефиспартнер.ру Это первая партия пеларгонии, которую я сеяла семенами в торфяные таблетки. Сегодня я буду рассаживать рассаду по горшочкам объемом 400 мл. Я просто обожаю пеларгонии и, как видите, это взаимно. Я помню, как в детстве наша соседка набирала на детской площадке грунт для того, чтобы посадить герани. Выглядели эти герани, конечно, не очень хорошо. Цвели в лучшем случае один раз в год. Но чтобы растения благоухали, конечно же, нужно уделить им максимум внимания. У меня готовый грунт. Грунт из магазина. Он состоит из торфа и в него добавили перлит. И могу вам совершенно точно сказать, что вот такой готовый грунт из магазина для выращивания классной рассады не подходит. Но, во-первых, пеларгония любит грунт тяжелый и никак не легкий. Поэтому первые два компонента, которые я буду добавлять, это качественный биогумус и голубая кембрийская глина. Также утяжелить грунт можно при помощи речного песка. Он здесь точно не помешает, но, конечно, питания там нет. Чтобы крышки молоденькие пеларгонии не подгнивали, можно добавить уголь березовый. Даже для шелка пойдет, просто измельчите. Либо сфагновый мох. Можно оба компонента, можно какой-то один. Ну и в качестве питательной добавки беру ионидный субстрат для цветов. Безусловно, вы можете подкармливать свою рассаду любым комплексным минеральным удобрением. Но суть этой добавки в том, что вы ее положили и более подкорбок делать вам не придется. Ну а я надеюсь все-таки получить от своих растений, как всегда, максимальный эффект по цветению. Я думаю, вы уже запомнили, что ионидный субстрат мы берем из расчета 1 или 2 столовые ложки на 1 литр грунта. Когда взрослую рассаду я буду уже на даче в мае пересаживать в большие кашпо, то буду снова добавлять 1 или 2 ложки субстрата на 1 литр грунта. Я выбираю добавку для цветущих растений. Она специально разработана для этих целей. В ней большое количество калия. Эта добавка может действовать в течение нескольких лет. Поэтому, когда осенью вы уберете из кашпо растения, то грунт убирать, выбрасывать нет никакой необходимости. Оставьте его. Весной внесете небольшую порцию биогумуса, бактерий и можете заново высаживать рассаду. Очень важно при пересадке. Чехольчики я всегда аккуратно снимаю. И пеларгодние важно не заглублять. Музыка 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 которые понадобятся рассаде на начальной стадии развития. Этот брикет обеззаражен. Здесь нет патогена микрофлоры, так как он хранится в сухом виде, и, соответственно, здесь нет вредителей. Грунт я люблю обогащать портией качественного биогумуса. Но если вы не желаете тратить средства, то в данном случае это делать необязательно. В голубой глине содержится практически вся таблица менделеевой. И на 10 литров готового грунта достаточно взять буквально полстакана глины. Порция вермикулита здесь уже есть. Но я добавлю еще немного перлита, потому что перлит способствует капиллярному распределению влаги. Горшочки с выдвижным дном объемом 400 мл. Шикарная корневая система. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В чем заключается бюджетный способ пересадки и выращивания рассады? То есть до момента высадки ее в грунт, вы в этот почвогрунт из брикета можете ничего не добавлять, кроме порции перлита. Как только рассада хорошо приживется, вам нужно будет купить два абсолютно недорогих, очень экономных средства. Это гелеобразный биогумус, из которого вы будете делать настой для подкормок, то есть это чистая органика. И далее можно будет взять минеральное удобрение, органы минеральные с фульвовыми и гуминовыми кислотами. Это удобрение показывает очень классные результаты. Я использовала универсальный почвогрикет, вот так выглядит биогумус. Мне кажется, он есть в любых магазинах. И удобрение называется «Крепкая рассада». На продуктах, которые я использую, вы увидите марку Biomaster. Почва брикеты от Biomaster спрашивайте в магазинах вашего города. Филодендроны. На моем рабочем столе стоят растения, которые не похожи друг на друга. Но, тем не менее, оба растения – филодендроны. Филодендроны – очень обширный и разнообразный по внешним признакам род растений. И есть даже цветоводы, которые собирают целые коллекции, привозят их из экзотических стран. Что отрадно, филодендроны любят яркий, но при этом рассеянный свет. Особенно прямые лучи солнца опасны именно для пистролистных форм. Филодендроны не стоит размещать около батареи центрального отопления. Они не переносят сквозняки. И еще почва никогда не должна сильно пересыхать. И лучше всего завести в доме увлажнитель воздуха. Этот пистролистный филодендрон называется биркин. А это филодендрон хоуп. Мне вот этот очень нравится. Все филодендроны любят рыхлый грунт, но при этом он должен быть богатый. И более всего они предпочитают именно органику. У меня в кашпо находится торфяной грунт с небольшой порцией биогомуса и перлита. В грунт филодендрином, чтобы не подгнивала корневая система, желательно добавить мох и уголь. На каждый литр грунта я беру буквально 5 грамм органа минерального удобрения. Это удобрение состоит из мини-гранул. В каждой грануле находится одинаковое количество питательных веществ, поэтому при росте корневой системы растение никогда не будет испытывать недостаток каких-либо элементов. И еще очень большой плюс, например, для меня это пролонгированность этого удобрения. Т.е. питательные вещества будут высвобождаться медленно и постепенно в течение аж 100 дней. Большая часть растений в моем доме высажена в неброские горшки и чаще всего в глиняные. Но иногда, прогуливаясь по магазинам, ты видишь кашпо, без которого ты просто не можешь обойтись. Я думаю, девочки меня поймут, но иногда хочется ярких красок. Я купила керамическое кашпо, которое очень напоминает кжель. И чтобы, девочки, нам излишне с вами не напестрить, очень важно в такие кашпо высаживать растения, которые не цветут и имеют просто зеленые листья. И вот как раз для этого филодендрона это кашпо будет идеальным. И если вы уж начали покупать такие кашпо, то желательно купить не одно, и голубые можно разбавить просто керамическими кашпо чисто белого цвета. На дне горшка у меня дренаж из керамзита. Музыка. 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 Полив у меня будет необычный. Я заранее за 1 час развела биологический натуральный биостимулятор. Этот препарат усиливает иммунную систему растений. И после применения растения уже могут хорошо сопротивляться различным болезням и даже вредителям. Такой профилактический полив своим растениям без исключения всем делаю два раза в месяц. Я сегодня использовала качественный биогумус, органоминеральное удобрение бельгийской серии для цветов и для полива биотонус компания Organic Mix. Линейку натуральных удобрений Organic Mix спрашивайте в магазинах вашего города. В своей программе я уже не один раз вам рассказывала про микоризу. Она помогает растениям получать доступное питание. Но есть растения, которым микориза просто жизненно необходима. И в первую очередь к ним относятся цитрусовые. Если вы когда-нибудь пересаживали цитрусовые растения, то могли видеть, что у них нет на корнях маленьких впитывающих корешков, которые как раз отвечают за всасывание питания. И поэтому цитрусовые питать может только микориза. Почему иногда цитрусовые чувствуют себя не очень хорошо? Дома могут шпарить батареи, они не любят сухой воздух, дома слишком жарко. Еще причина как раз таки нехватка микоризы. И вот первый совет, когда вы пересаживаете цитрусовые, сделать это нужно не нарушая кома, чтобы не повредить микоризу. И делать пересадку нужно просто молниеносно, чтобы корневая система с микоризой не попала на солнечные лучи и долго не находилась на воздухе. Эти цитрусовые маленькие растения я получила путем зеленого черенкования с этого лимона. Он называется лунарио. И несмотря на то, что я своим цитрусовым сделала хороший, качественный, тяжелый грунт, все как положено, на листиках есть хлороз, а это значит, что питание усваивается не в полном объеме. Дело в том, что этим цитрусовым я не давала микоризу. А внести микоризу очень просто. Берем 2 грамма препарата на литр или полграмма на пол-литра. Нет необходимости очень сильно проливать земляной ком. Например, 2 литра рабочего раствора хватит на 6-8 горшков комнатных средней величины. В конце прошлого сезона я пересаживала свой коломандин. И, к сожалению, горшок был тяжелый. Я нарушила земляной ком. И вот по этой причине у меня до сих пор коломандин страдает. Поэтому ему в первую очередь нужно было дать раствор микориза. Сорт Лунарио самый неприхотливый. Можете смело его покупать. И разводится он элементарно, и ухаживать несложно. На этом деревце находится на данный момент 10 созревающих плодов. Покажу вам, как плоды выглядят внутри. Аромат просто невероятный. Я люблю собирать лимоны, когда они еще не совсем пожелтели. Позаботьтесь о своих цитрусовых растениях и не только с препаратом Мика Френд от Эко Дачник. Выращивайте органическое с биопрепаратами от Эко Дачник. Далее мы с вами займемся черенкованием. И зеленое черенкование – это один из самых надежных способов получить культурные растения. При таком способе растению детям передаются все материнские свойства. И сегодня нашим испытуемым будет лавр. В простонародье – лаврушка. Несмотря на то, что места у меня дома не очень много, вот все свободное пространство заставлено растениями. Разнообразие большое. Вы просто не представляете, как это приятно – сорвать настоящий свежий листочек лавра и положить его в суп. Мое дерево лавра чрезмерно махнуло вверх. Огромный прирост. Места катастрофически не хватает. И его нужно формировать. То есть обрезать, чтобы придать более компактный вид. Сделать форму в виде кустарника. В воду я добавлю мультивитаминный биостимулятор. Буквально пол чайной ложки гуминового калийного удобрения. Оно способствует образованию корневой системы. Нарезаем черенки. Поддержать в таком растворе черенки нужны минимум 5-6 часов. Можно 12 часов. Но я вам больше скажу. Препараты натуральные. Даже если подержать их там сутки, ничего страшного не произойдет. Что нельзя сказать о синтетических стимуляторах. С ними нужно быть аккуратными и строго следовать инструкции. Для черенкования нужен не питательный грунт, а рыхлый. Поэтому за основу берем торфяной грунт. И напополам разбавляем его перлитом. Не забудьте перед работой перлит полить, чтобы он не пылил. Это очень вредно. А еще я в грунт добавила небольшое количество березового уголя. Самую мелкую фракцию. Это будет защищать от патогенов молодые появляющиеся корешки. То есть от гнили. Грунт нужно уплотнить. Далее готовлю следующий рабочий раствор. У меня 100 мл воды комнатной температуры без хлора. И я добавляю 1 чайную ложку бактерий. Это симбиотические ризосферные бактерии для клубней и саженцев. Давайте представим, что мои черенки как будто уже постояли 5-6 часов в первом рабочем растворе. Теперь кончик окунаем во второй рабочий раствор с бактериями. И втыкаем в горшочек. Я обычно в один горшочек сажаю по несколько растений. Что-нибудь да приживется. Нас очень сильно приучили пользоваться химическими препаратами. А если хорошо подумать, то все в природе завязано именно на бактериях. И первым рабочим раствором, в котором стояли черенки, нужно их полить. Конечно же, такой препарат в первую очередь у черенков будет стимулировать хорошее и быстрое корнеобразование. Но это еще не все. Эти ризосферные бактерии насыщают растения влагой. Доставляют ему питание в удобоваримой доступной форме. Также эти бактерии повышают сильный иммунитет у растений и защищают их от патогенной микрофлоры. В принципе, все очень просто. И так нужно. Стаканчики с черенками нужно поставить в парник. Я его сделала из пластикового контейнера. В крышке я проделала отверстие для хорошего воздухообмена. Этот парник я поставлю в самое теплое место. Желательно на свет. У меня это будет агролампа. Периодически парник нужно будет открывать, проветривать и черенки нужно будет опрыскивать. Для черенкования я сегодня использовала ростобион, гуматкалия и бактерии Эдби. Производитель компании Биокомплекс. Препараты Биокомплекс можно заказать в интернет-магазине биодефискомплекс.рф Здравствуйте, дорогие любители загородной жизни. Врываемся в новый рассадный сезон. И предлагаем рассмотреть вам стеллажи для рассады, которые позволят вам экономить время, место в ваших квартирах. Перед нами самый маленький стеллаж. Он изготовлен из металлического профиля. У него имеется три полочки. На каждой полочке у нас имеется дополнительная сеточка, которая позволит использовать даже самые маленькие стаканчики. В этой конструкции на нижнем ярусе на трех сторонах имеются диагональные крепления, что делает ее максимально крепкой и надежной. Это усиление нижнего яруса позволит нам при необходимости, при высоком росте растений, убрать верхнюю полку и использовать пространство по максимуму. Размер полок составляет 62 см на 42 см, что позволяет использовать как широкие поддоны, так и любые стандартные кассеты поместятся на эти полки. На всех полках есть продольные соединения, позволяющие не только укрепить саму конструкцию, но и прикрепить к ней фитолампу, например, линейного типа. В комплект также входит чехол из плотного ПВХ, который будет защищать ваше растение от домашних животных, а также сохранять влагу и тепло. Ну а если вдруг у вас появились вредители на вашей рассаде, то ее можно обработать и закрыть парниками. У нашей молнии есть два замочка, что позволит не просто закрывать, но и при необходимости открывать верхнюю часть для проветривания. Размер данного домашнего парника позволяет максимально эффективно использовать его на подоконнике или на столе. Если же вам нужно больше пространства и вы выращиваете больше рассады, вам подойдут варианты на 4 полки и на 5 полок. Данные экземпляры парников вы можете использовать, например, на лоджиях. Если же вы не имеете такой возможности, то можно его использовать и в комнате при условии использования дополнительно фитосвета. Также мы можем предложить эконом-вариант стойки для рассады. Он не имеет в комплекте чехла, у него есть две полочки, которые регулируются по 4 уровням высоты. Плюсом данной конструкции является то, что он очень легко собирается и не требует никакого инструмента. Также отличием этой конструкции является то, что у нее есть ножки не по углам, а по 4 штуки с каждой стороны, что делает ее максимально устойчивой. Также на верхнюю полку вы можете организовать фитосвет, например, с помощью вот такого держателя, про который мы рассказывали ранее. Все представленные экземпляры стеллажей для рассады поставляются вот в таких компактных коробках, которые можно сохранить и по завершению сезона ваш парничок разобрать и убрать на хранение. Но можно и не убирать данный стеллаж, а использовать его для других вещей, например, для детских игрушек, а еще его можно использовать для хранения бытовых вещей, например, на балконе. Друзья, если вы не хотите стоять со шлангом все лето, то самое время вспомнить про капельный полив. Вспомнить потому, что летом он уже должен быть готов. Пока у вас есть время, приходите с планом своего участка, и мы вам бесплатно составим схему капельного полива и просчитаем бюджет. В наличии есть лента капельного полива, есть трубка капельного полива и все соответствующие фитинги для монтажа вашего участка. У нас уже начался ажиотаж, поэтому многих семян просто не хватает. Торопитесь! Магазин Агромагистраль. Огромный ассортимент семян и товаров для дачников. Приглашаем вас по адресу Демократическая 2Б. В последнее время очень часто мне задают один и тот же вопрос. Марина, порекомендуйте, пожалуйста, низкий детерминатный томат, но чтобы при этом он был очень крупный. Я вам очень рекомендую попробовать гибрид сковорец. Он детерминатный, совсем невысокий, но при этом у него розовые плоды, без зеленого пятна у плодоножки и весом 250-350 грамм. Гибрид просто бесподобный. Следующий гибрид называется Фрося. Высота растения будет примерно 80-90 сантиметров. Его, конечно же, нужно подвязывать. Плоды у него красные, круглые. В кисти их будет 5-6 штук, весом 200-250 грамм. В нашем регионе такие томаты буду выращивать в открытый грунт. Я вам советую посадить изначально рассаду в парники из нетканного материала. Посев буду производить в начале апреля. Семена от компании Партнер.